Зареченские коммунальщики продолжают борьбу со снежными завалами. Последняя метель добавила им немало работы. Работники комбината благоустройства трудятся в две смены. Ежедневно в смену выходят не менее 4-5 МДК машин комбинированных, 4-5 МТЗ, это которые только занимаются очисткой города, не считая внутриквартальных территорий, ну и экскаватора и самосвала. Песко-сельной смеси за эти дни выспали порядка 100-120 тонн. Снега за вчерашний день вывезли где-то 150 кубометров и сегодняшний еще продолжает возить. Большинство автомобильных дорог расчищены, хотя кое-где по краям проезжей части остаются снежные завалы. Как нас заверил начальник цеха КБУ Сергей Киселев, эти сугробы уберут в ближайшее время. Продолжается расчистка и внутриквартальных территорий, но уборку снега во дворах ежедневно выходят 8 тракторов. Пешеходные дорожки и подходы к подъездам расчищают дворники. В целом я считаю, что справились неплохо. Остались были проблемные дворы, куда не сразу удалось выехать техники, но это связано с тем, что невозможно одновременно убрать все сразу дворы. А вот зареченцы считают, что коммунальщики не совсем хорошо справляются со своими обязанностями. Многие даже жалуются на то, что в их двор снегоуборочная техника и еще не заезжала. Во дворах еще пока не видно или не успевает, а так в принципе неплохо. А во дворах вообще нет. Не сказать, что хорошо. Не везде хорошо убирают. На Озерской плохо убирают снег. А что я так делаю? Во дворах вообще не чищено. Вот сегодня почистили, сегодня была. А так не везде. На Братской плохо почищено. Ну, на троечку, наверное. Вот, например, на Мира мы живем. Во дворах. Наш, например, дом 16, а это 16. Между ними, конечно, не убрано. А что там не так? А просто не проехали тракторы. Просто машины, когда ездили, вот наездили эти всякие сугробы. Работы по уборке снега в городе продолжаются. Специалисты коммунальных служб просят горожан не оставлять автомобили во дворах. Машины мешают работе снегоуборочной техники. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Денис Дубицкий, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Денис Дубицкий, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...